Вернисаж Старый Брест и Берестейцы собрал огромное количество гостей, которые пришли посмотреть на творчество художницы. Выставка объединила лучшие работы мастера за 20 лет. Центральная тема – город истории. Своё художественное повествование Анастасия Фетисова начала с работ, посвященных Старому Берестью. Предшествовала этому большая деятельность в архивах. Пришлось изучить немалое количество документов, чтобы воссоздать образ города Средневековья. Далее – Брест советской эпохи, а завершают цикл портреты горожан. Думайте о хорошем, думайте о добре, о той доброй истории Бреста, которая должна быть добрая история. Потому что я не хочу, чтобы никаких негативных эмоций не было, несмотря на то, что история страшная, разная бывает. Но все вот эти негативные мысли надо отставить, посмотрите на свои прекрасные лица. Ну, с позитивом. Мне хотелось бы, чтобы люди посмотрели с позитивом это выставление. В портретах читаются образы многих известных людей – художников, актеров, скульпторов и просто горожан. С полоси на нас смотрят задумчивые и радостные лица. И в каждом есть какая-то изюминка, которая останавливает на себе внимание и возвращает зрителей к работе вновь и вновь. Это не первый мой портрет ее работы. Поэтому я имел возможность с годами наблюдать ее рост. Она реально очень выросла как портретист. Это очень хороший художник. И любую картину можно стоять, около любой картины, и рассматривать, просто как историю какую-то, рассматривать все, как это, как это, что. А портреты – это человеческие портреты, такие красивые глаза. Вот я смотрела другие портреты. Приятно смотреть на людей. Потому что, вот как она говорит, что я люблю людей, сама люблю людей, поэтому получается так вот красиво у нее. Люди получаются красивые. Поздравить автора пришло большое количество гостей. Это и друзья, и знакомые, и почитатели творчества талантливой художницы. Познакомившись с экспозицией, у многих возник вопрос, а будет ли продолжение? Четвертая тематическая часть. Это уже немножко другая история. Этому надо посвящать больше времени. Пресс разросся, он совершенно изменился. И поэтому надо подумать, пережить в себе это, выносить. И тогда, возможно, сегодняшний пресс тоже появится. Надеюсь. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.